Всем привет друзья! Сегодня мы с вами приготовим омлет. Насколько я люблю омлеты, но этот омлет у нас будет необычный. Он будет состоять из слоев, то есть в каждый слой мы будем вложить свою начиночку. Приготовление он очень прост, то есть приготовить его может каждый. И будет он выглядеть в виде рулетика. Мы эти рулетики сделаем с разными начинками, разрежем красивенько, подадим. Увидите потом, что из этого получится. Давайте ребята приступим к приготовлению. Для нашего омлета возьмем 6 яиц, 2 сосиски или любую другую колбаску, которую вы любите. У меня на данный момент сосиски. Сыр твердых сортов, который мы натрем потом на терочке. Соевый соус, нам понадобится 2 столовые ложки. Хрен, любой кетчуп, который у вас есть. Соль и перец молотый. Ну и для эстетичного вида возьмем зелень, в нашем случае зеленый лучок. Возьмем посудку, выберем туда наши яйца. Добавим соли. Немножечко так. Совсем чуть-чуть молотого перца. И перемешаем. Будем перемешивать его до однородной массы. Затем добавим туда 2 столовые ложки соевого соуса. И перемешаем. Вот такая масса однородная у нас должна получиться. Возьмем 2 наши сосиски и очень мелко их порежем. Сначала порежем их на кружочки. А затем, я думаю, на соломочку. Вот порезали мы наши сосиски на кружочки. А теперь берем их вот так вот и измельчаем на соломку. Такая вот у нас меленькая должна получиться начиночка. Теперь натрем на терочку наш сырок. Я думаю, нам весь сыр не понадобится. Ну, вот у меня где-то 100-граммовый кусочек. Возьмем с него грамм 60. Ну да, где-то. Это вот так вот. И вот этот кусочек мы потрем на крупную терку. Из нашего лучка нам понадобится только зеленая часть. То есть мы вот эти вот белые штучки отрезаем, они нам не понадобятся. А теперь берем, шинкуем меленько наш лучок. Вот так вот. На разогретую сковородочку наливаем немножечко масла. Размазываем его. Затем на середину, как блин, выливаем наш омлет. Так вот делаем это все дело. И ждем. Затем посыпаем колбаской эту в сторону. Все надо быстро делать. Посыпаем колбасочкой. И берем его вот так вот, поддеваем. И сворачиваем его в рулетик. Блин, неудобно, конечно, одной рукой снимать и сворачивать. Сворачиваем его вот так вот в рулетик. То, что он там разваливается, ничего страшного. Затем берем опять же эту смесь. Опять наливаем. Наша задача, чтобы эта жидкость попала под нас рулет. Так вот ее разглаживаем. И тоже обжариваем. Вторым слоем у нас пойдет зеленый лучок. Зеленым лучком посыпаем. Ждем, пока наш рулет прихватится. И заворачиваем его в другую сторону. Берем отсюда вот так вот и сворачиваем. Вот так вот, извините, снимаю. Блин, не могу. Затем делаем следующий слой. Тоже наливаем туда. Это все так вот разравниваем, чтобы не было дырочек. Я тут, наверное, буду дырочке. На этот слой мы ложим кетчуп наш или хрен. Размазываем наш кетчуп. И опять сворачиваем наш рулет уже в другую сторону. Вот так вот. Дальше берем третий слой. И опять выливаем. Разравниваем. Не знаю, ребят, что из этого получится. Но, конечно, снимать самому и закручивать рулет это очень трудно. Посыпаем так изрядно сыром. Как для себя. И попробуем его завернуть. Так, потихонечку. Не спеша. Рулет уже у нас набитый всякой начиночкой. Вот. Так вот свернули его. И с двух сторон его вот так вот обжарить нужно. У меня начинка какая-то. Ну, ничего страшного. И вот так с двух сторон где-то по минутке ему даем. Сначала с одной стороны, потом вот так вот переворачиваем. Смотрим, чтобы у него такая корочка немножечко была, но не подгорела. Переворачиваем на вторую сторону и вытаскиваем. И так поступаем со всеми нашими рулетиками. Ребят, смотрите, вот такие три рулетика царских у меня получилось. Мы даем им чуть-чуть подостыть, а затем нарезаем. Ну что, ребят, приступим к самому главному. Не дегустации, но вы в принципе поняли, да? Омлет готовится как блины. То есть наливаем первый слой, насыпаем начиночку, закручиваем. Второй слой наливаем, чтобы попала смесь туда под наш омлетик, рулетик вернее. Засыпаем еще начиночку, опять оно прихватывается, закручиваем. И так со всеми остальными слоями. Такой омлет не стыдно подать, даже когда гости придут. Как, знаете, какое-то дополнительное блюдо. Можно его посыпать чесночком, вообще будет, я думаю, супер. Закуска, будет супер закуска под мудочку, да? Ну что, приступим к дегустации. Вот наш омлетик. Давайте попробуем, что у нас тут получилось. Возьмем вот один кусочек. Хорошо накалывается. Но запах, вообще аромат классный. Такое вот оно, видите, в разрезе получается. Сейчас попробуем на вкус. Ребята, да. Непередаваемо божественно. Очень вкусно. Сочное, во-первых. Вот это вот колбаски, копчености, немного яичка там. Лучок, птичек. Можно сказать, что это какая-то яичная пицца. Вообще супер. Сейчас возьму еще один кусочек. Класс. Очень вкусно. Всем советую этот рецепт. Я надеюсь, после этого приготовления, когда вы попробуете этот омлетик, вы тоже кайфанете, как я. Ну все, ребят, давайте. Всем пока. А я пошел ужирать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok